Это изумрудная улица. Везде стройка идёт. Всё строят, строят. Здесь уже достроили домик. Какая собачка. Похожа на лисичку. Это изумрудная улица. А здесь парк с прудом. С другой стороны улица Лётчика Бабушкина. То есть этот парк, вернее даже не парк, а можно сказать сквер, находится между изумрудной улицей и улицей Лётчика Бабушкина. Ну такой он достаточно большой. Этот сквер практически как парк. Большие тут деревья. Такие уже многолетние. Огромные. Обычно здесь тоже достаточно много народу бывает гуляет. И с собаками, и с колясками, и детки на роликах, и на самокатах. Сейчас такая не очень, может быть, входящая погода для катания. Сыровато. Поэтому так. Немного людей гуляют с колясочками в основном. Ну хорошо, тепло. И воздух такой свежий, приятный. В принципе тут ничего особенного такого. Нет обычный сквер московский. Никаких тут, в принципе, нет достопримечательностей. Единственное, что тут есть красивый пруд. Сейчас мы к нему придем. Такое тоже. Немножко необычное место. В том плане, что много круглых домов, но сохранили, хорошо не застроили такую зеленую зону. Здесь фабрика. Не знаю точно, что там. Но шьют. Шьют, по-моему, рабочую одежду или спецодежду. Что-то типа этого. Какую-то одежду для работы. Там несколько корпусов. Но видно, что старенькие-старенькие корпуса. Совсем прям уже она такая древняя-древняя эта фабрика. У меня нет щетки. Очень много сейчас в Москве лайк появилось. Здесь. Прямо несколько раз в день встречаю лайку, лайк. Собачку лайку. Я не знаю, по-моему, она все-таки такая северная порода. Вот этим и необычное это место. Тем, что совершенно старинная-старинная фабрика. В Москве еще много таких мест, где с новыми домами по соседству еще сохранились старые-старые постройки. И вот прудик с оточками. Все их здесь кормят. Такие они толстенькие, откормленные. Ну, ближе к зиме они уже на Яузу переплывут. Или перелетят, наверное. Потому что здесь уже замерзнет все это. Будет лед. Так что ешьте травку, пока есть травка. Скоро будет зима, будете есть хлеб. И сейчас ешьте травку. Пока еще она есть. Пока снег не выпал. Просит. И разговаривают со мной. Но я, к сожалению, сейчас тоже нечем мне их покормить. Не ношу я с собой хлеб. Но я думаю, что они тут не сильно голодные. Все тут их кормят. Здесь рыба даже водится. Часто тут рыбку ловят. А вот знаете, что там я проходила. Вдоль леса гуляют. Они две каких-то птицы. Они разные. Оранжевого цвета. Да, да, да. Сейчас много таких появилось. Они заняты шут. Как они? Ну, это тоже утки. Только другая порода какая-то. В зоопарке таких много. Они там ходят. Там, по травке. Вот просто они. Наверное, может быть, улетели из зоопарка. Такие интересные. С белым, да? Борды у них не такие. Немножко другой формы. Ага, с белым они. Размер вот как утки. Размер такой. Ну да, да, да. Может быть, из зоопарка улетели. В зоопарк. Хорошо. Спасибо. Красавчик. Сейчас посмотрим, где они, эти оранжевые и коричневые уточки. Ходят по траве. Сейчас посмотрим, где они по траве ходят. Ну, те, кто смотрел мое видео на Яузе, там, где пруды свибловские пруды. Там тоже были такие уточки коричневые. Они практически сейчас везде есть. Они, видимо, откуда-то прилетели и потихоньку размножаются. И вот сколько я снимаю на водоемах, на Яузе, на трудах, везде практически они есть. Парочка таких уточек. Оранжево-коричневых с беленьким. А, вон они, бежа. Точно. А я их уже, по-моему, даже один раз здесь снимала. Как-то. Музы всегда голубые. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Они думают, что их кормили. Прям облепили меня. Облепили со всех сторон. Оранжево-коричневые. Оранжево-коричневые. Они не эти уточки. Не знаю, видно их будет или нет. У меня уже садится, к сожалению, камера. Красивая правда. . Деньга-берутых к Kangara. Привет-привет. Привет-привет. Собачку спула. Это старая-старая фабрика. Да, там прям цеха. Такая она совсем старинная. Там слышно прям, как работают швейные машинки. Там сидят работники и прям слышно, шумят они эти машинки. Такой швейный цех. Фонари. Работают круглые сутки. Не выключают фонари даже днём. Так что вот в Москве есть и такие. Такие фабрики сохранились до сих пор. Двадцатый век.